Их лица скрыты под масками, люди знают лишь их позывные и они оказывают колоссальную поддержку бойцам СВО. В Черкесске участвовали волонтеров, которые специализируются на оказании гуманитарной помощи бойцам СВО и имеют более 3000 подписчиков со всего мира. Мадина Каракетова подробнее. На приглашение от руководства Карачаева Черкесского регионального отделения КПРФ волонтерская группа Don't Stop War отозвалась с удовольствием. Причиной этой встречи стало вручение активистам юбилейных медалей, выпущенных Центральным комитетом Коммунистической партии специально к 80-летию Донбасской наступательной операции. 80 лет назад, в 43-м году, наши отцы, деды освобождали Донецк от фашистской Германии. И вот эта медаль, которая учреждена, она символически тем ребятам, мы должны вручать, я считаю, которые спустя 80 лет, опять-таки, очищают эту Луганскую, Донбанскую, сейчас мы говорим, Новороссию, землю от фашистов. Поэтому с большим удовольствием я хочу вручить медаль 80 лет Донбасской наступательной операции Сантина, руководителя группы. Карачаево-Черкесское региональное отделение КПРФ оказывает поддержку гуманитарными грузами военнослужащим, принимающим участие в СВО практически с первых дней. Благодаря этой деятельности и состоялось знакомство и дальнейшее сотрудничество руководства и членов Компартии с разными благотворительными фондами и инициативными группами, которые также помогают СВО. Деятельность Don't Stop War поразила своими масштабами. Мы хотели сделать какое-то определенное противоречие, поэтому назвали нашу группу «Не останавливайте войну» с тем посылом, что пока специальные военные операции и задачи не будут доведены до полного масштаба, мы в любом случае не остановим. Развивать мы начали все вместе, как бы все мы, как вы можете понять, мы росли вместе, мы с самого детства друзья, и поэтому как бы решили, что весь этот проект, так называемый, будем вести коллективно и так далее. И есть некоторые нюансы, которые определенные, которые мы не можем доводить, показывать на тех же самых видео, по причине того, что мы являемся все-таки гражданским, мы не военнослужащие и так далее, но в связи с тем, что наш функционал не акцентирует внимание только на гуманитарную помощь. Руководитель группы Сантино в ответном слое поблагодарил руководство Коммунистической партии за высокую оценку их деятельности. «Дон Стоп Вар» образовалась буквально через несколько дней после объявления специальной военной операции. Сантино и несколько его друзей в числе первых оказались на передовой с гуманитарным грузом. Молодой человек рассказывает, что в первое время в сознании людей царил некий хаос. Россияне не до конца понимали, что происходит. В войсках также была напряженная обстановка, и все это рождало ничем не подтвержденные разнотолки происходящих в стране политических процессов. «Там уже рассказывали, что миллион погибших, ну вы, наверное, прекрасно об этом слышали. Никто там не сказал, ты же у нас, говорит, умеешь разговаривать, выйди в прямой эфир в ТикТоке. Я говорю, да я даже там не сидел. У меня создали аккаунт, подписали его, и все, каким-то образом вышел прямой эфир, и там, если не ошибаюсь, зашло сразу туда 12 тысяч человек. Я не знаю, как это произошло, но 12 тысяч человек зашло. И как-то я периодически из возможности, я выходил в эфир и просто, говорю, все нормально, объяснял, какая ситуация и так далее. Было куча сообщений, куча людей интересовалась вообще, что происходит. Каждому было интересно узнать за своего сына, за отца, за брата. Я как бы старался как-то разорваться и что-то для этого сделать». Выступления стали резко набирать многочисленные просмотры, и было принято решение о создании специального телеграм-канала, первоначальной целью которого было рассказывать правду об СВО из первых уст и предотвращать в силу возможностей панические настроения как среди военнослужащих, так и их семей. Постепенно канал приобрел другой статус, и группа стала заниматься сбором гуманитарной помощи. Сегодня у Don't Stop War более 300 тысяч подписчиков со всего мира. Они оказывают помощь как военнослужащим на передовой, так и детским домам и госпиталям. И суммы этой помощи исчисляются миллионами. Полмиллиарда рублей, уточняет Сантина. На эти деньги приобретается оружие, вспомогательные устройства и все, что необходимо в условиях СВО. Волонтер инициативной группы ЗОВ Родины Лилия Шуштаева, также приглашенная на встречу отметила, что поражена масштабами проводимой в Don't Stop War работы. Одна из последних поставок – семь джипов и пикап Mitsubishi L200. Но самое трогательное в этой деятельности – передача солдатам лично в руки посылок от их матерей. И это не может не восхищать, сказала Лилия Шуштаева. А я так горжусь нашим знакомствам, если бы вы знали. Это все благодаря неравнодушным людям со всего мира, прокомментировала Сантина. Без них наша деятельность не имела бы смысла. Мадина Каракетова, Ринат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.